Во вторник наша страна отметила День России. 12 июня 1991 года в России впервые состоялись народные открытые выборы президента. В голосовании приняли участие более 79 миллионов человек. На пост президента России баллотировались 6 кандидатов. В Губкинской площади состоялось много развлекательных и познавательных мероприятий. Лично я там была и все видела. А я предлагаю с улицы перенестись в школу номер 4. Я там недавно была с Екатериной Андреевой. Интересно, и что вы там делали, и почему меня не позвали? Все подробности узнаете в нашем сюжете. Начались долгожданные каникулы, но это не помешало ученикам 4-й школы собраться вместе и с пользой провести время. Речь идет о шахматном турнире. Фигуры расставлены и готовы к бою. Время пошло. Партия начинается. Шахматы – это игра с тысячелетней историей, которая не теряет своей популярности даже в век компьютерных технологий. У нее миллионы поклонников по всему миру. Одним из главных достоинств шахмат является развитие интеллектуальных способностей. Шахматы очень развивают память. Развивать ум, смекалку, чтобы хорошая память была. В этих соревнованиях много участников. Победителям партии предстоит пройти 7 туров, а проигравшие сходят с дистанцией, но не расходятся домой. Следят за шахматными партиями своих друзей. Как у любой игры, у шахмат есть свои правила. Многие думают, что достаточно просто выучить их, понять, как должны двигаться фигуры. Тогда играть будет легко, но это не так. Существует много тактик. Сицианская защита, потом французская, то есть очень много их. Есть детский мат, который можно поставить сопернику. Научиться играть в шахматы можно разными способами. Найдите книгу, прочитайте об игре в интернете, попросите опытного игрока научить вас. А можно записаться в школьный кружок. Преподаю я с 1 до 4 классов. Но помимо этого у нас есть на базе школы еще и шахматный кружок, где могут заниматься не только ученики этих классов начальных, но и все остальные желающие. И, кстати, у нас в кружке еще не только ученики из нашей школы, но еще и другие очень талантливые, хорошие, умные ребята есть. Шахматы – это вид спорта. Помните, для победы необходимы постоянные тренировки. В игре важную роль играет логическое мышление, умение строить комбинации, стратегия и тактика. Хороший игрок должен обладать вниманием, усидчивостью и терпением. В этих соревнованиях, конечно, был один победитель. Но я считаю, все ребята молодцы. Они на каникулах не поленились и пришли в школу. И, на мой взгляд, достойно сражались. Девочки, а вы много песен знаете про лето? Мне кажется, что их много, но на ум почему-то ни одна не пришла. А я вспомнила. Я на солнышке лежу, пела львенок в черепахе в вольтфильме. Точно. По-моему, для улучшения настроения нужно слушать именно такую позитивную музыку. А можно и хороший фильмец посмотреть. Не переключайтесь. Меня зовут Настя, я вам расскажу об интересном фильме. Итак, кто любит песни, танцы и романтику, оставайтесь в моей компании. Я начинаю свой рассказ. Фильм называется «Голоса большой страны». Вышел он на экраны в 2016 году. По моему мнению, очень похож на всеми известный американский комедийно-драматический музыкальный романтический фильм «Ла-ла-ленд». На 89-й церемонии вручения премии «Оскар» этот фильм получил 6 главных наград. У нашего кино нет «Оскаров», но его также стоит посмотреть. И я сейчас объясню, почему. Первое. Многие из вас следили за телевизионным проектом «Голос» на центральном канале. Так вот, главные герои фильма «Голоса большой страны» как раз выступали в этой программе. И, по-моему, у них неплохо получилось. В общем, актеры хоть куда. Второе. В фильме много песен. И это хиты разных лет. Так что я уверена, при просмотре кино вы будете танцевать и подпевать. Итак, переходим к сюжету. В каждом уголке нашей огромной родины есть талантливые люди, достойные признания и славы. Они слетаются в столицу и принимают участие в популярных телевизионных шоу. Но свет софитов гаснет, а жизнь продолжается. Сюжет закручивается вокруг талантливой девушки, приехавшей в Москву за счастьем и успехом. Она становится участницей популярного шоу. Встречает новых друзей и любовь. По иронии судьбы, она оказывается всего в одном шаге от успеха. И все теряет в один момент. В фильме не одна героиня, а показано много талантливой молодежи. Кстати, все персонажи на пути к успеху преодолевают много трудностей и испытаний. Их ждут взлеты и падения. Встречи и расставания. Дружба и предательство. Но в итоге они станут одной большой командой, семьей, объединившей разных людей из самых отдаленных городков нашей большой страны. Во имя музыки и таланта. В общем, это классный фильм. И главное, смотреть его можно в дружной семейной компании. Хороших вам каникул и до свидания. А вы знали, что в этом году в разные летние лагеря поехало рекордное количество ребят? А я в городе буду целое лето и ни капельки об этом не жалею. Тут тоже можно найти развлечение по душе. Кстати, у нас тоже есть летний лагерь, только он пришкольный. На базе шестой школы располагается. На прошлой неделе там состоялось праздничное открытие. Мы, естественно, в гостях там побывали. А я даже многим ребятам вопросы задавала. Велосипед – главный атрибут лета. И главный транспорт губкинской детворы. Возле шестой школы, где находится пришкольный лагерь, великов много. Ребята спешат приехать в лагерь немного пораньше, к 8.30, так как в 9 у них уже оздоровительная зарядка. Лагерь начал свою работу с 1 июня. Сейчас его посещают 150 учащихся с 7 до 14 лет. А это шесть отрядов и все разновозрастные. Что в лагере интересного? Подвижные игры, конкурсы, мероприятия. Мы репетируем разные танцы, гуляем, играем на улице. Очень много конкурсов разных и очень много репетиций. Я с подружками делаю оригами разные, рисуем и вырезаем разные фигурки. Ходим на физкультуру, рисуем, занимаемся спортом, гуляем. Мы оформляем наш кабинет, оформляем спортзалы. Вглядитесь в эти плакаты. В них столько насыщенных красок. Их рисовали сами ребята под чутким руководством вожатых. Сейчас рисунки украшают спортзал. Согласитесь, он стал намного ярче, а значит и находиться тут стало приятнее. Здесь проходят линейки, репетиции к разным конкурсам, спортивные игры. В этом году лагерь носит название «Страна здоровья». В программе как никогда много мероприятий и спортивно-оздоровительных. Тут есть разные кружки, тут очень хорошо. Мне тут нравится. И мне кажется, что лагерь делают для того, чтобы тут дети занимались, занимались что-то, еще какие-то новые знания получали. Я рекомендую ходить в лагерь, потому что тут весело, тут можно со всеми сдружиться. Вот у меня тут много друзей. Дома очень скучно, к тому же в лагере нами занимаются. Впереди ребят ждут интересные мероприятия, разнообразные игры и соревнования. Также в программе будет место интереснейшим экскурсиям, прогулкам по городу. Кстати, на заметку родителям, в Губкинском в августе тоже будет работать пришкольный лагерь, только на базе седьмой школы. Цена путевки около полутора тысяч рублей. По всем интересующим вопросам можно звонить по телефону 5 20 77. Недавно была в магазине и знаете, что я там увидела? Конечно, не знаем. Рассказывай быстрее, что тебя так удивило? Я никогда раньше не видела силиконовые шнурки, такие специальные, которые не шныруются, а закрепляются. Прошлый век. Я, например, видела светящиеся в теноте шнурки. Это я считаю вообще чудо. А я за классику. Варианты шнурок могут быть разные. Всем привет! С вами Ирина Андреева и на улице наконец-то лето. И сегодня от меня вам супер мастер-класс. Научимся оригинально и красиво завязывать кроссовки. Кому эта тема интересна, оставайтесь в моей компании и не переключайте. На самом деле вариантов шнуровать ботинки или кроссовки очень много. Вы даже не представляете, что для обычного ботинка с шестью парами дырочек по математическим расчетам почти 2 миллиона разных способов шнуровки. Если отбросить все похожи, то можно найти более 43 тысяч разных вариантов. Но я вам покажу самые, на мой взгляд, оригинальные. Итак, самый первый способ классический – крест-натвост. Популярность его заключается в простоте и незамысловатости переплетения шнурков. Шнурок пропускается через нижние дырки и выводится наружу с обоих концов. Концы пересекаются, а затем пропускаются изнутри наружу через отверстия. Доходите до верхних дырочек и завязывайте шнурки. Этот метод легок и удобен. Способ номер два. Прямая шнуровка. Она позволяет зашнуровать вашу обувь параллельными линиями, которые довольно необычно смотрятся на классической обуви. Один конец шнурка протягивается сразу к самому верху, а другой проходит через две дырочки. Подходит для ботинок с четным количеством пар отверстий. Довольно сложно выровнять хвостики и шнурков, чтобы завязать их, зато смотрится шнуровка очень аккуратно. Третий способ. Шнуровка – мировая паутина. Этот метод считается одним из самых сложных. Если у вас хватит терпения, вы получите очень необычный рисунок, который понравится многим. Обратите внимание, эта шнуровка лучше всего смотрится на обуви с шестью парами дырочек. Внимательно следите за моими руками, чтобы не запутаться и потом повторить увиденное. Способ номер четыре. Шнуровка бабочкой. Назван так за сходство с галстуком бабочкой. Если на ботинке нечетное количество пар дырочек, то сделайте сначала прямой стежок поверху. Крестики бабочки можно делать на тех участках ботинка, которые нужно стянуть и делать пропуски там, где ноге можно дать немного свободы. Можно использовать относительно короткие шнурки. Способ номер пять. Двухцветная шнуровка. Очень и очень красивая и оригинальная. Единственное но – дискомфорт от узла. Он может быть очень объемным, но если потренироваться, у вас может получиться элегантно. И напоследок, помните, обувь не должна сильно идти вразрез с вашим внешним видом. Не переусердствуйте с цветами и формами. В вашем образе все должно быть гармонично. На этом у меня все. До новых встреч. Пока-пока. Вот и настало время прощаться с нашими телезрителями. Наша программа уходит на летние каникулы. Но вы не расстраивайтесь. Мы же обязательно с вами встретимся в конце августа. Отметим День знаний, День города и много других событий. Вы только главное хорошо летом отдохните, чтобы у вас было много сил на новый учебный год. Мое летнее пожелание всем, чтобы они ходили в лагерь, чтобы им было весело и всем счастье. Летом не было холодно, чтобы все время было тепло. Я хочу, чтобы у всех все было хорошо, все были здоровы и в особенности все счастливы. Ну, чтобы они не унывали и чтобы веселились этим летом. Чтобы дети не забывали читать, писать, заниматься. Ну, я хочу, чтобы лето у всех было хорошим и у них все было хорошо. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры сделал DimaTorzok